Форум, подготовленный Комитетом по экологии городского собрания Сочи, приурочили ко Всемирному дню окружающей среды, чтобы вместе осознать важность вопросов охраны экологии на курорте, где отдыхают ежегодно миллионы людей. А проблем в данной области много. Но все они успешно решаются, тем более накануне массового заезда туристов. На территории нашего города расположены два уникальных заповедника. Это Сочинский национальный парк, это Кавказский биосферный заповедник, уникальные флоры, фауны. И направление это туризма становится все более востребованным для гостей нашего города. Но каждая сломанная веточка, каждый сорванный источник, мы еще не знаем, к чему это приведет. И поэтому я вам благодарен присутствующим здесь, потому что на каждом этапе развития нашего города вы находитесь на своих местах и смотрите, отслеживаете это, вносите предложения, изучая, подсказывая, а где нужно, и бьете колокола. Пять лет назад в Сочи было создано экологическое движение, в рамках которого ежегодно работает Комитет по экологии городского собрания Сочи, экспертная группа экологов, а также экологический совет при главе города. Цель у всех одна – сохранить Черноморское побережье Кавказа для будущих поколений. Ведь именно сюда люди приезжают за здоровьем. 15% всех обращений граждан в приемные депутаты исключительно по экологическим вопросам. Решить нужно немножко. Мне так кажется. Нужно, чтобы каждый житель был экологом в душе. Чтобы каждый гражданин Сочи за свой двор, за свою улицу, за свой город, за свой район. Тогда нам будет легче организовать эту работу. Нужна информация, нужна обратная связь. У нас сегодня ТОСы привлечены, в них есть специалисты наши, которые работают. Если парковое хозяйство стало больше, студенты, посмотрите, люди с каким интересом молодежь входят в изучение экологических перспектив, ищут свое применение. Сегодня на экологическом форуме были отмечены грамотами городского собрания Сочи, администрации города и общественной палаты Сочи все, кто не безразличен к теме экологии. Кто вносит существенный вклад в решение экологических проблем. Достаточно вспомнить посадку кедров у виллы Вера в поселке Дагомыс, организацию парков в микро-районе Макаренко в честь 80-летия Краснодарского края и обустройство парков фестивальной ко Всемирному фестивалю молодежи. А в резолюции, принятой на форуме, решено поддержать проекты Сочинского отделения Русского географического общества, направленные на сохранение памятников природы. Будет поддержан и проект Сочинского госуниверситета по развитию системы экологического образования и в целом проекты по экологическому просвещению населения. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.